Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 12 марта 2020 года, у микрофона Леон Вайнстайн, штат Калифорния, город Лос-Анджелес. Сегодня поговорим о нефти. В 2016 году Россия решила присоединиться к организации ОПЕК и вместе координировать цены на нефть, таким образом, заодно как бы предотвращая конкуренцию между членами этой организации, но ни в коем случае не останавливая конкуренцию с другими поставщиками. До 1 апреля 2020 года, то есть еще месяц, соглашение и взаимодействие еще действует, но Россия уже решила отколоться от ОПЕК во время последнего кризиса, который сейчас происходит. В Сауде предложила ОПЕК Плюс, ОПЕК Плюс его называли, ОПЕК Плюс Россия, а снизить добычу нефти, чтобы из-за проблем с замедлением производств в Китае и на самом деле по всему миру, они не привели бы к переизбытку нефти на рынке и к резкому падению цены за это. Значит, будем производить меньше и держать цены на рынке, так сказать, решил ОПЕК голосованием, но Россия отказалась. Значит, на это были, с моей точки зрения, две причины. Первая, Россия надеяла, что ОПЕК будет все-таки держать цены, так сказать, не совсем падающими, более-менее высоко и, так сказать, не связанное некими обещаниями, Россия будет продавать столько нефти, сколько захочет и сколько сможет. И второе, что из-за влияния российской нефти цены не станут все-таки подниматься достаточно высоко, несмотря на то, что Россия нуждается в средствах, в Кремле надеются, что, ну, скажем, годик продержаться, но зато за этот год многие, с их точки зрения, производители сланцевой, то есть добытчики сланцевой нефти, американские, естественно, могли бы разориться, остановить свои, там, производства и свою добычу, законсервировать, а расконсервировать безумно сложно после того, что я остановился. И перестать оказывать влияние на мировую торговлю, то есть, так сказать, использовать этот кризис в, как, так сказать, средство давления, вышибления конкурента с рынка. Саудовцы посчитали, что отказ России – это удар ножом в спину и пошли в атаку. Они объявили, что вот с того момента договор у них кончается с Россией, с 1 апреля начинают поставлять на рынки на 3 миллиона баррелей нефти больше в день, то есть, раньше они добывали, сейчас они добывали 9 миллионов, сказали, а мы будем тебе добывать 12 миллионов каждый день баррелей, и начали предлагать свою очень дешевую в добывании нефть на рынки европейских государств. И обратите внимание, по какой цене это важно. По цене в 25 долларов за баррель. Россия поставляет уже много лет нефть Европу, но даже на сниженных сегодняшних ценах, значит, популярная российская нефть Юралс, наверное, это Урал называется по-русски, не знаю, Юралс, так сказать, по-английски, это приблизительно аналог арабской легкой, так называемой, нефти, продается по цене 31,34 доллара за бочку. Значит, Саудия предложила контракты по поставке во все нефтеобрабатывающие предприятия Европы, куда Россия завозила нефть, пообещав утроить поставки, если будет необходимость. Это решение Саудов приведет к панике и к хаосу на рынке, естественно. Вот 9 марта, значит, стоимость североморской нефти, бренд, она обрушилась на 30%, до 33 долларов за баррель, к вечеру 10 марта немножко подтянулась на 10%, стало 38, но самое важное, что майские фьючерсы, то есть, вот, так сказать, после 1 апреля, то, что придет майские фьючерсы, торгуются сейчас по 33,5 доллара за баррель. Саудовская Аравия, по данным Блумберга, решила вступить с Россией, как Блумберг это назвал, тотальную ценовую войну. Я, честно говоря, не очень понимаю, что это значит. Жать Россию по ценам везде или идти до последнего, не знаю, так сказать, вот была такая фраза, я решил ее вам рассказать, может, вы лучше меня разберетесь. Учитывая, что стратегически Саудия, как и большинство ОПК, связаны с США, с Израилем, те, через США, и против Ирана, Сирии и России, можно предположить, что в этой ценовой войне есть еще и цель политическая – ослабить Кремль финансово, а значит и ограничить помощь Ирану и Сирии. Рубль, пока держится в районе 74-75, значит, за доллар, Россия должна решить, сдаваться ли обыку, пойти на попятны и спасти положение, или всеми рычагами заставлять европейцев покупать у них более дорогую нефть, значит, вместо более дешевой арабской. Вот. Либо снижать цены до саудовских и ничего на нефть не зарабатывать, значит, так как на самом деле достать нефть из земли и довести до Европы, до потребителя, для обработчика, стоит в Саудии чуть более 10 долларов за баррель, а России не менее 20 долларов. И это пока в РФ не истощаться, как мы знаем, в середине, в конце 21-го года у них истощается, значит, легко добываемая нефть, а потом в трудно, более труднодобываемых месторождениях, это может быть уже там 35-40 долларов за баррель, ну, как сейчас там, скажем, в Норвегии, в Дании, в Великобритании. Итак, либо на коленях перед шахом, значит, как он там называется, саудовский, да, либо ценовая война с понижением цен, вот, ну, возможно, и подкуп огромного количества европейских дипломатов, значит, ну, дипломаты могут, конечно, струхнуть, вот, прямо вот так нагло, а может, и могут, и не струхнуть, вот, зато в России к маю будет царь официально обнуленный, вот, и Росгвардия готова давить любые, так сказать, любых несогласных, и которых становится, на самом деле, все меньше и меньше, и если на колбасу, водку и телевизор денег у населения будет хватать, то Великая Россия будет продолжать двигаться вперед, значит, под управление Великого Кормчева, вот, ну, или его тройников. На этом на сегодня все. До свидания.